Привет! Слышали про готовые рационы на неделю за фиксированный прайс? Реклама пестрит громкими заголовками об экономии времени и денег на приготовление блюд. Но еще больше скажу, их называют сбалансированными по всем критериям. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Меня зовут Денис Михайлик. Будем жарить. При современных ритмах жизни реально не хватает времени задумываться о том, чего бы такого приготовить, как купить для этого все продукты, потом помыть посуду. Поэтому гении придумали рационы. Давайте разбираться в ценообразовании. Чтобы покормить вас рационами, сначала нужны продукты. Да вот так где-то эти продукты должен приготовить, упаковать в красивую обертку, которую мы все так любим. Конечно же, потом начинается бесплатная доставка, ведь водилы денег не берут, повара тоже работают за еду. Ну и дальше звездный маркетинг, чтобы кучеряво накрутить вам дошираков на уши. Расскажу на примере блюда со своего производства. Котлетки куриные из пюре. Котлетки не из какой-то параши из субпродуктов. Котлетка из мяса, курицы. Пюрешка на молоке прекрасная. Все это в себестоимости 66 рублей. Зарплата всех причастных. Поваров, уборщиков, мойщиков, пасовщиков, заведующих производством, кладовщиков, технологов и так далее. Список только начался. И еще 40 рублей. Аренда и ЖКХ 10 рублей. Налоги 35 рублей. Маркетинг, который расскажет вам про наши охуенные котлеты 50 рублей. Ваша любимая бесплатная доставка. Открою вам тайну, она не бесплатная. Курьер везет на точку блюда за 380 рублей. И курьеру строго пуп. Одно там блюдо или 20. Мы все равно заплатим 380 рублей за то, чтобы он доехал до вашей двери. Итого на ваши котлеты падает бесплатной доставкой 20 рублей. А теперь мое любимое. Шекеле. 9 рублей моей прибыли. Ну и теперь после всей этой душной математики давайте подумаем. 9 900 за еду на месяц. Вот он умудряется нажрать на 14. Может быть на чем-то тут можно сэкономить. Ну повара там, помещение с арендой, оборудование. Были тут одни такие, сэкономили. Шум на весь рынок. На налогах, наверное, сэкономить можно. Но только один раз. Реклама, которая пестрит из каждого утюга, показывает нам явно, что на маркетинге не экономили. Ну и про нашу любимую бесплатную доставку. На доставке сэкономить, конечно, можно. Вместо рефрижератора привезти ее вам на какой-нибудь старой раздолбанной колымаге, дай бог, с кондиционерчиком. Кстати, вы обратите внимание, как вам приезжает еда, какой она температуры и на чем ее привозят. А теперь берем в руки репу и начинаем ее чесать. Что ж там такого сэкономили, чтобы целый месяц привозить вам еду за 9 900. Ну и раз уж мы начали чесать репу, давайте ее почешем на предмет того, сколько стоит поход к врачу. Охота ли вам глотать кишку и надо ли оно вам все за 9 990 в месяц. Случай, конкретно взятый из жизни. Из очень известной доставки приезжает еда. Человек глядит на эту еду, а еда глядит на человека, и всем становится понятно, что еде пинец. Доставили сегодня, а срок годности доставленной сегодня еды вышел два дня назад. За время владения своей доставкой я перетестил целую кучу чужих доставок. И могу сказать, что дата изготовления стоит далеко не у всех. На пищевом производстве, по нормам СанПин, у тебя должно быть промаркировано все. Что ты открыл, когда ты открыл, в какое время ты открыл. Каждая сраная баночка должна иметь маркировку. А тут у тебя приезжает еда без даты изготовления. Естественно, человек захотел еду вернуть, и дальше уже там началась академическая ебля мозгов на предмет того, что надо написать в бухгалтерию. Туда, сюда, пятое, десятое, и может быть недельки через две денежка к вам вернется. Еще частенько эти рационы называют сбалансированными. Калораж стоит пересчитать. Я инсулинозависимый диабетик, и на себе могу проверить, сколько реально калорий в блюдах. Если я подкололся по надписи на упаковке, и мой сахар оказался выше, значит калории посчитаны криво. В моем сервисе, например, рационов как таковых нету. Мы вообще одни из первых, кто пошел по пути свободного выбора. Заходишь на сайт, набираешь себе все, что ты реально хочешь есть. Наборы, конечно, есть. И есть наборы по калориям, и есть наборы просто для удобства. Но даже из них можно выкинуть какие-то блюда, которые вы не едите, добавить туда те, которые едите, и заказать себе на пять дней. Еды на сайте больше 140 позиций. Выбирать можно любую. Заходи, выбирай, кушай то, что нравится. Не кушай, всякое дно. Короче, даже если вы захотите заказать себе рационы за 9900 и сэкономить время и деньги, вы потратите гораздо больше этих ресурсов на поход к гастроэнтерологу. Выбор за вами.